Здравствуйте, уважаемые зрители канала Процветок. Меня зовут Дмитрий, я садовник и владелец лично пособного хозяйства. И сегодня я нахожусь на складах фирмы Процветок. Будем делать обзор на растения. Сегодня я расскажу вам о выборе саженцев роз. У нас в магазине большой выбор сортов различных роз. Всем рекомендую приобретать товар в нашем магазине, ведь сейчас действуют большие скидки до 70%. Давайте же поговорим о том, как правильно выбрать саженец розы. Стоит отметить, что в нашем магазине большой ассортимент. Очень много сортов, разные группы роз, разные виды и сорта. Розы продаются с закрытой корневой системой в горшках и с открытой корневой системой, завернутые в обычный целлофан. Как же правильно их выбрать? Если вы выбираете розу в горшке с закрытой корневой системой, нужно проверить качество товара. В первую очередь обратите на здоровье розы. На побегах не должно быть никаких пятен, усыханий, никаких признаков вредителей и различных других проблем. Почки должны быть живые, а корневая система здоровой и мощной. Как же ее проверить? Возьмите просто горшок, достаньте оттуда розу с комом земли. Ком весь должен быть оплетен корнями. Значит, роза росла в этой емкости, а не была просто пересажена перед продажей. Даже в питомниках, в любом магазине так можно проверить розу. Просто достаньте ее из горшка и проверьте систему корней. Если вы приобретаете розу с открытой корневой системой, обычно она просто завернута в пленку и корни там в торфе находится, либо в опилках. При такой упаковке роза может храниться недолгий период. И после приобретения ее лучше поторопиться сразу высадить в грунт, либо в горшки, если еще погода не позволяет. У таких роз нужно обращать внимание не на корневую систему, потому что ее невозможно посмотреть в пленке. Обращайте внимание на почки. Они должны быть слегка набухшими, либо вообще еще не проснувшимися в идеале. Не нужно брать саженцы роз слишком длинными ростками. Такая роза может не дожить до момента посадки в грунт. Если же все-таки посылка долго шла и роза пришла в таком состоянии, тогда, конечно, высаживайте в горшок и выращивайте дома до момента посадки. Сегодня я выберу для себя несколько различных роз. Это будет роза почвопокровная, роза кустовая, чайно-гибридная и роза флорибунда. Есть также и другие виды роз, которые вы можете у нас приобрести. То есть у каждого свой вкус и свои требования. Поспешите приобрести у нас розы, потому что действуют хорошие скидки. И ссылочка на акцию под роликом в описании. Спасибо за внимание. До новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok